Субтитры делал DimaTorzok 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 Много украинского населения было Как раз в этих районах, что сейчас освобождается Я там слово украинцы не видел Так логично же, логично, что не видел Потому что это имперская перепись Там использовался экзоэтноним малороссы Что обозначало украинцев А украинцы сами себя называли Вы нас называли малороссами Кстати, себя вы называли великороссами А украинцы подписывались экзоэтнонимом Это название, которое дано другим народам государства Очевидно Вот был такой триединый русский народ Не было такого никогда народа Это было придумано Екатериной Второй Чтобы поскорее ассимилировать, сожрать Захваченные территории В том числе бывшей гетьманщины Украинского государства 17-18 века Которое было ликвидировано в 1764 году только Через 20 лет Екатерина издала вот эту Вот эта чушь, триединство Она же была придумана просто с нуля Вот так в царских палатах Естественно, это чухня собачья Это вот этот панславизм Он уже давно себе изжил И никакого, ничего общего С реальностью не имеет Поэтому да Ну, конечно, сейчас же не Российская империя Украинцы вот появились В 91-м В 1268-м упоминание украинцев Украинцев? Интересно Украиняне А украинская нация в 1660-м году Впервые упоминается украинская нация 1660-й год Это краковский архив Это Янзык Такой человек Студент краковского универа Значит, подписал себя украинцем по нации Что он вот из Украины Другие подписывались поляки Так же там Что интересного Даже в манифесте Екатерины Второй 1763-го Тоже украинцы по нации Четыре раза упоминаются Если что Ага Студентик Значит, какой-то В документике упомянул, да? Слушай, ну ты выглядишь смешно просто Тебе самому не смешно Ну вот клоунады, собственно У тебя он ребенок что-то просит А ты вот занимаешься какой-то Демагогией Демагогией Вот идеально Посмотри Манифест Екатерины, да? То, что ты хочешь увидеть И еще я тебе, кстати, хотел Леклерка посоветовать Почитать Там этот самый Разумовский Последний Гетман Украины Он тоже Пишется, что Родом Из Украины Это 1783-й год То есть Николай Габриэль Леклерк Это французский медик И историк Про Россию Он там Помогал писать историю Ну вот такая Вот такие русские Пишут Писали историю России Там одни немцы Какие-то иностранцы Писали историю России Так вот В 1722 году Скоропадский умер Петр I Упразднил Гетманщину Этот князь использовал Любую возможность уграничить А точнее Уничтожить привилегии Которые Ну подожди Я дочитаю Пользовалось казачество Императрица Елизавета Восстанавливает Гетманщину В стиле Кирилла Георгиевича Разумовского Украинца По происхождению Вот тебе еще Можешь стихи почитать Стихи можешь почитать Нет Это все официальные документы Ты что Это в ваших российских архивах Хранятся Вообще Акты Южной и Западной России Кстати Там тоже Сотни Сотни упоминаний Украинцев Украинского народа Украинских казаков Украины И даже государства Украинского В 1658 году Есть упоминания Сибиряков К примеру Каких-то документов Не знаю Есть? Покажи мне Если есть, покажи Я тебе только что Четыре документа назвал Ты считаешь, нету? И мне интересно Я спрашиваю Без понятия Покажи мне, если есть Без понятия А ты можешь Это же твое утверждение Если ты утверждаешь Пожалуйста Покажи мне эти документы Где что-то там Какие-то Сибирская нация Какая-то Или кто там Что ты хотел мне сказать? Ну Сибиряки Они где-то есть? Какие Сибиряки? Я тебе сказал Украинцы по нации Украинцы по нации Трижды тебе назвал Упоминания Три Это только 17-18 век Сибиряки по нации Не знаю Про нации Ты мне ничего не сказал Сказал трижды Тебе что-то Проблемы со слухом Походу Это самое Рекомендую тебе Очень сильно Очень сильно Глянуть И еще на Господи Забил как его Архивы Акти Южной и Западной Росии Опять таких Где упоминается Украинское княжество Князь Украины И то что Собственно он правит Своим государством Ну Иван Сирко Это пишет В 1677 году Ивану Самойловичу Гетьману Любовичной Украины И он Называет Украину Своей отчизной Своей родиной Настоящей Но вот Юрий Ахмельницкого Называет Князем Украины И все Что? В чем проблема? В каком году? В 1677 17 веке Князем Украины Да-да Это в российском Архиве Да В российском Архиве Хранится Публичная Российская Библиотека И границы Украины 1600 Какого-то Года Можешь Обозначить? Да-да Есть границы Один документ Видел Документ Краткая лета Письма В России 1777 На странице Не вижу 51 Пишется Что При требованиях Мельницким От Польши Комиссары Для отводу Новых Украинских Границ То есть Пишется Для отводу Новых Украинских Границ Кои И учени Не тако От Устья Днепра До вершины Днепра А оттуда До реки Орелы И Припяти К городу Быхову Через Днестер Над рекой Сожею Под город Росслав А от Устья Днепра До Лимана И чтоб По Днепру И Днепру В Черное море Свободный Был россиянам Проезд Видите Вот Как обозначается Еще в тысячу 1777 году Работа Издана А с кем Ты беседуешь Я вот вам Ответил На ваш вопрос Я же Не просто Попросил Подождать Потому что Меня отвлекли А ты А ну Что уж Поделать Видите История Не дремлет Нужно Быстро Расхватывать Я вам Три Назвал Фактически Документа Где упоминается Про границы Их История Не дремлет История Не дремлет Да Не ждет Она не ждет Пока вы Где-то Чем-то Занят Пока вы Будете Меня Перебивать Кричать Это все Ничего не стоит Вы можете Стараться Сколько угодно Вам это не поможет История Будет продолжаться История Будет развиваться И показываться В самих Интересных Моментах Поможет В чем В чем Вам не знаю Мне это не поможет Вам ничем Не поможет Нет Не Ну вы что Ваше Перебивание Вам ничем Не поможет Я сказал Да Не Вы про историю Там что-то говорили Так что вы мне там Пытались доказать Я так и не понял Что украинцев Не было Не знаю Ты просто Атакуешь Без конца Ни ответа Не слушаешь Ни вопроса В смысле Вопрос я услышал У вас Дал вам ответ Теперь дальше Жду ваших Аргументов Контр Или дальше Вопроса В чем проблема Вы же так Старались Сделать Что украинцев Нет Что 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 Я же спрашивал С кем ты общаешься Просто мне интересно Не вы же так хотели доказать Что украинцев нет Верно же Я же понял Ваш посыл Но вы забыли Что Захария Ольфелин В 1772 году В своей работе Житие и славные дела Государя императора Петра Великого Тоже упоминал Прикиньте себе Украинский народ Украинских казаков 30 тысяч Причем В Украину Вступивших Как государя Мазеп И так дальше Там вообще интересно Там куча всего А еще донские казаки были Ну что теперь Есть дончак Ну да Были наемные донские казаки У них государства Собственно Никогда не было Так как и украинцев Украинцев было Я вам только что назвал Про княжество Если вам Не дошло С первого раза Я могу еще дальше Продолжать Это же для меня Никакой Никакой проблемы Не составит Так сказать Вот читаю вам еще 1656 год Письма Богдана Хмельницкого Там упоминается Украинское государство Спокойно себе существующее А этот самый Гравюр Богдана Хмельницкого Когда Гондилу срисовал Там писалось Что вождь Украинского народа Богдан Хмельницкий И там Дукс То ли князь То ли вождь Ну вот такое интересное Ну князь Юрий Хмельницкий А может какой-нибудь Можешь какой-нибудь Международный договор Между украинским княжеством Назвать Каким-то другим государством Ну да Вы же его уже пропустили Только что Вы пропустили то Что я вам сказал Что было в Корстуне Подписан договор Между Швецией В 1658 году И украинскими козаками Вследствие которого Козаки хотели Независимости Для своей нации Четких границ И так дальше И в принципе То что Швеция Подписала действительно Этот договор Уже признавалось Что украинцы Украинские козаки Это не просто Какой-то там Наемнический изброд Это действительно Вот такая Политическая сила Хотя только Развивающаяся То есть Про государство Международный договор Украинский князь С кем подписывал Международные договора Первый договор Который вообще Создал Украинскую государственность Это 1649 год Называется Зборовский Между Богданом Хмельницким И Яном Казимиром Там как раз таки Определялось даже Где будет Граница Проходить Где будут стоять Чисто Украинские Козацкие Войска И тому подобное Это Киевское Барславское Черниговское Воеводство Причем здесь Украина Воеводство Ну воеводство Было Пожалуйста Да Вот это Украина Вот это Украина Так это ж не государство Кто вам такое Сказал А что такое государство Государство Ну это образование Да Ну С правителем На тот момент Это должен Это должен был быть Государь Ну вот Богдан Хмельницкий Какой государь был на Украине Богдан Хмельницкий Только что сказал Господарь Так нет Он же гетьманом был Он же гетьманом Я же вам сказал, что его сын Юрий Хмельницкий называется князем, это все равно, что Етьман, это одно и то же, просто в терминологии самоназвание для казаков это был Етьман, а в западную эту князь соответствовало уровень правления. И даже один писал, Энгель, писал историк немецкий в 1796 году, что Етьман равно князь, так что не пытайтесь, это смешно выглядит. Не, ну как бы, вы можете ныть сколько угодно, у меня что-то есть еще те же самые Гадицкий договор 1658 года, где упоминается, он был подписан, кстати, был подписан тоже опять-таки между Речью Посполитой, и там его Михаил Сергеевич Соловьев, он его упоминал в своей работе «История России» с древнейших времен. Так он писал в четвертом пункте, ну то есть переписал оригинальный договор, где пишется «Русское украинское княжение, Етьману великого княжения русского украинского, вечно быть первым киевским воеводом и генералом». Также пишется, что Етьман имеет право чеканить монету и платить ею жалование войску, то есть мы видим правителя, который имеет свою войску, который платит этому войску и так дальше, и так дальше, и так дальше. Что еще с этих пунктов интересно? Значит, первый, вера древняя греческая уравнивается в правах своих с Римской везде, как в короне польской, так и в Великой княжестве Литомском. Второе, митрополит киевский, пять архиепископов русских, луцкий и так дальше, и так дальше. В общем, тут много пунктов. 24, если я не ошибаюсь. Вот и все. Государи присягают на верность? Кому? Ну, вот, к примеру, русскому царю. Не знаю. Крымский хан был вассалом османского стултана, хотя он был гостударем самовластным, так что да, бывает такое. Ну, бывает. Это вассально-сузеренные отношения, это 17 век. Были такие, как Молдавское княжество, Воложское, Крымское ханство, поменьше государства, и были огромные империи. Вот Османская империя, она была для всех этих княжений, была сюзереном. Но, вассал всегда мог поменять сюзерена, если тот его, например, не поддерживал, не защищал и так дальше. И поэтому это было нормальной практикой. Нормальной практикой, да? Да, для 18 века. Но он же был не государем. Он был войной. Крымский хан был самостоятельным государем. Молдовский князь был государем. Все это были государы. Просто это были другие абсолютно времена. Вы этого, естественно, понять не можете, потому что у вас же кроме истории только пропаганда включена, телевизор работает. И просто кроме лепета, кроме вот этого смешного демагоги я больше ничего не вижу. Я вижу просто попытки манипуляций, и они заканчиваются очень плачевно даже на тех украинцах, которых как бы не было. Хотя я могу перечислить десятки упоминаний украинцев еще до того. Так что не плачьте, все нормально. Ты не хочешь меня слушать? А что, что вас слушать? Вы историю знаете? Ну, ну как бы... Вы что, историю знаете? Ну так, я бы тебе сказался... В каком году крестелируюсь, напомните мне, пожалуйста. В каком году крестелируюсь? Ты меня... 988-й. А теперь я сказал. Молодец, вот это ты... Уже четыре класса у тебя есть. Давай продолжай. Молодец, это молодец. Давай я скажу, а? Ты такуешь просто... Да, скажи, ты будешь обязательно посылаться, кстати, на работу, когда говоришь. Как я посылаюсь на работу, как историк. Посылайся на работу и говори. Вот Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий. Он был под одной присягой, да? Под поляками. Под какой? Ну, под поляками. Где? Когда? Ну, когда он жил. В каком году? Вот так вот, да. В каком году был под присягой? Вот год я не... Году я не помню. А зачем тогда ты говоришь? А не было такого? А не было такого? А как так получается, что он наравне с поляками подписал договор 1649-м? Ну, так присягу ж он давал, давал. Какую присягу? Он подписал договор на равных. Ты слышишь, что я говорю? Не было там... А где присяга, кстати? Попойся. А где присяга? В каком году была присяга? Да я ж тебе ответил. Ты забыл уже? А, то есть ты не знаешь. Ну, я ж тебе ответил. Да, ты ответил, что ты не знаешь. Я понял. То есть присяги нет. Идем дальше. Спасываешь? Идем дальше. А, то есть ты... Если я год не назвал, значит этого нету, да? Не, ну, назви мне... То есть говоришь так уверенно. Назви, когда была присяга. Нет, ты на вопрос, на мой ответ. Я вот знаю, что Богдан Хмельницкий воевал с речью посполитой за свободу. Да, он сначала за права воевал, в речи посполитой, но потом он укладывал договор в 1649 году. Была присяга в 1650 году, например? Ага. Была? С польским царем они партнеры были. Царя в Польше не было, был король. Государь, государь. Король был, Рекс. Знаешь, Йен Соберский такой король был в речи посполитой. Русин по происхождению. У него русинские корни. Он писал. Рекс Полония, Магнус Дукс, Литвания и Украина. То есть он был королем Польши, великим князем литовским и украинским. Если что. Ага, ага. Наравных были, да? С Богданом Хмельницким. Ты вообще изображаешь, что я тебе сейчас говорю. Ян Соберский это конец 17 века. Уже давно умер и Богдан Хмельницкий, и Юрий Хмельницкий, сын его. Так что это вообще другой король, если что. Я просто пример привел. Не, я тебе говорил конкретно про Богдана Хмельницкого. Да. В каком году он дал присягу королю польскому. Ты просто без конца атакуешь, понимаешь, только отвечаешь. Да конечно, правильно, а что с тобой делать? Ты же не можешь назвать негода, ни что было за присяга. Да, действительно, Владимир Хмельницкий изначально, он воевал в Старе и посполитой. Но это было до 1648 года. А после 1648 он организовал восстание грандиозное, где было собрано от 100 до 200 тысяч украинских, там, крестьян, казаков, других высших чинов, там, от всяких дворян, да, от шляхты до самого низья черни какой-то. И все это громадная мощь, вот эта мощнейшая сила вот эта пошла, дошла аж до замостя, вот туда до границ Польши уже этнических земель. А потом вернулся он в Киев, торжественно зашел туда, его все приветствовали киевляне, все радостно. И в 1649 году вот этот сборовский договор. После сборовского договора он был самостоятельным правителем, к нему куча посольств посылалась. И это на примере можно увидеть Тараса Шевченко, где гравюра в 1844 году, у него вышла такая зарисовка, где пишется, что есть украинский народ, что пришли куча послов с разных стран договариваться, вот приносить дары, и там где-то на противовес царь московский упоминается. И все. Он давал? И все. Главное, что вот это присягу давал, все, гуляй. Вот это вся суть вот этих московитов манипулирующих, она ничего не разбирается в истории, и только вот пытается что-то изваловать. Здорово, брат. Здорово. Ты что, самый смелый там или что? Он улетал, да тихо. Тихо. Да не вам, не тебе. Так, не вам или не мне? Ну как вам обращаться? На ты или на вы? Как хотите. Ну а раз вы уже так вважаете, давайте на вы. Вы откуда будете? Украина. Киев. Сколько виток метро в Киеве? Чо? Один твій лайк – це 10 новых глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в Телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!